Сегодня мы проведем остаток дня вместе. Мы поделимся с вами большим количеством информации. Вы услышите выступление нашего основателя Кента Вуда. Перед вами выступит доктор. И сегодня днем мы будем говорить о новом продукте. Также будем говорить о компании. Для того, чтобы вы поняли, с кем вы действительно имеете дело. Каково наше видение вашего будущего. Вы работаете не с такой компанией, которая завтра закрылась, с фирмой Однодневкой, как многие компании открываются сейчас в России. Это прочная компания. Как это происходит сейчас в России, тысячи тысяч людей остаются без работы. Мы так не работаем. Мы очень серьезная компания, которая еще раз хочет продемонстрировать, насколько она серьезная. Сейчас я поговорю с вами о питании. Как вы знаете, мы сейчас будем запускать систему питания. И для того, чтобы показать вам важность, как работает эта новая система питания, я хочу в общем поговорить с вами о питании. Я, конечно, по образованию не доктор. Я не буду с вами говорить сейчас о технических скучных аспектах этого процесса. И сейчас я поговорю с вами в общем о питании, так, как это представляю себе я, и связи между хорошим питанием и здоровым образом жизни. Питание является важным фактором, определяющим наше здоровье. И уже давно-давно, много лет тому назад, люди нашли связь между питанием и состоянием здоровья. Таким образом, связь между питанием и нашим состоянием здоровья не является революционной идеей. Гиппократ, 460 лет до Рождества Христова, сказал уже в то время, что еда является нашим первым лекарством. 400 лет до нашей эры. И согласно правилам тысячелетней китайской медицины, пища также может являться и лекарством. Очень важно с уважением относиться к тому, чем мы питаемся каждый день. И для нас не секрет, что именно Гиппократа называют отцом современной медицины. Недоедание также является большой проблемой санитарного характера в современном мире. И особенно это относится к тем странам, которые до сих пор страдают от недостатка предметов, продуктов первой необходимости. Я помню, вот даже в России, в этой стране, когда я впервые приехал сюда, около 20 лет тому назад, у меня был друг, который в тот момент работал хирургом, зубным хирургом-дентистом. И уже в то время у меня в голове зародилась идея создания продукта питания для российского рынка. Я работал над анализом этой идеи. И тогда этот друг встретился со мной, он мне сказал, Даниэль. Ты не представляешь себе, какое количество, какой недостаток микроэлементов, витаминов я нахожу, изучая состав именно зубов и мали населения, проживающего в этом регионе. И вот именно в тот момент, у меня в том, что я решила, 20 лет назад, даже больше, 20 лет назад, приехать сюда в Россию и начать lanzать продукты, чтобы помогать здоровью людей. И вот именно в тот момент у меня зародилась такая идея, что было бы хорошо познакомить рынок этой страны с таким продуктом питания, который позволит им, скажем так, не только изменить состав зубномали, но и поправить здоровье в общем. А в большинстве стран мира люди не отличают, что такое питаться много и питаться хорошо. И люди думают, что если они наполнили свои желудки, то значит, они поели хорошо. Мне кажется, это культура, скажем так, это вопрос культуры питания. Потому что в некоторых странах, в конце, когда вы завершаете ваш обед или ужин, если вы хотите поблагодарить хозяйку стола, вы говорите, я вкусно поел, хорошо поел. Вы знаете, хорошо, да, главное слово, ключевое. А в других странах, если вы завершаете вашу пищу, прием пищи, вы говорите, я насытился. И вот под словом насытился вы подразумеваете поел хорошо. Вот посмотрите на этого мужчину на фотографии. Он насытился. Но это не означает, что он не выглядит здоровым, да? Поэтому очень важно различать питание, которое нас насыщает, и питание, которое нас оздоравливает. И когда я говорю о культуре, культуре еды, вот что я подразумеваю под этим. Может быть, нас не до конца образовали, но учили, как это делать в школе. Может быть, родители наши не досмотрели где-то. Потому что важность здорового питания является действительно необходимым фактором. И сегодня мы уже все знаем, для нас не секрет, важность здорового питания. Сократес, 450 лет до Рождества Христова, Сократ. И он сказал, вы должны есть, чтобы жить, а не жить ради еды. Вы должны есть, чтобы жить, а не жить ради еды. А вы знаете, что делают китайцы со своей системой питания? Я видел передачу, значит, по программе которой они, в общем-то, набирали людей, которые принимали участие в конкурсе, как бы самый старый житель планеты. И есть такая деревушка в Китае, где-то очень далеко в глубине страны, где среднестатистический возраст жителей составляет более 90 лет. И таким образом, когда журналисты приехали в деревню, они делали интервью, проводили интервью среди жителей, которым сто лет, сто десять лет. И они задавали им такой вопрос, как вам удалось прожить столько долго, так долго. И, конечно же, не стоит даже говорить, что вот в этой деревушке у них не было ничего, не было никакого джанк-фуда, никаких бургеров, не было никаких газироганных напитков, кока-колы. И вы видите, как вот эти вот люди, уже с таком преклонном возрасте, сто, сто, десять лет, продолжают работать в полную силу, может быть, там, какое-то дерево на себе несут, да, там, повозки тащат. И когда журналист спросил, в чем заключается их секрет, они сказали, ну, ничего особенного нет, у нас просто здоровый образ жизни. И у нас такая привычка питания, что когда мы заканчиваем нашу еду, примут прием пищи, у нас все равно должно быть, как бы, остаться еще место в желудке, то есть не до конца себя насыщаешь едой. Это означает, что они не едят до тех пор, пока они почувствуют, что они насытили, что достигли предела. Они всегда встают из-за стола, когда у них немножечко остается еще такое чувство голода. И эти люди, они не обладают никаким особенным образованием, многие из них даже не знают, как читать. Но это то, что как они ответили, их ответ действительно имеет смысл. Мы также знаем на сегодняшний день, что недоедание является причиной возникновения небольшого количества ряда болезней. А конечно же, если вы не доедаете, в ваш организм не будет поступать достаточное количество минералов, каких-то полезных веществ, минеральных веществ, элементов. А если вы будете переедать, в этом случае у вас будут другие, скажем так, негативные последствия возникать, как избыточный вес, ожирение, а также проблемы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, афтеросклероз. И, конечно же, если у вас неправильно сбалансированное питание, у вас также не будет достатка неправильных минеральных веществ и витаминов в организме. А начиная с 60-х годов, уровень научных исследований, находящих связь между питанием и здоровым образом жизни, сделал большой прогресс. И сейчас у нас уже доказано, что самые две большие причины, которые стоят за возникновением заболеваний, вы знаете сейчас, что большее количество возникающих заболеваний на данный момент связано с проблемами сердца и проблемами раковых заболеваний. Это факт, это уже все доказано. И сейчас мы уже знаем, что вот именно возникновение раковых заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний напрямую связано с тем, что мы употребляем в пищу. Это напрямую связано с тем, что мы едим. И мы знаем, что хорошее питание влияет также на здоровье человека. И существует очень и очень много примеров, которые показывают, демонстрируют, как плохое питание связано с возникновением того или иного заболевания. И, конечно же, хороший образ питания, хорошая культура питания – это не единственное решение проблемы. А есть еще следующий момент. Надо соблюдать здоровый образ жизни. Если мы сейчас будем говорить о здоровье, как вот об этой дороге, это такая вот река жизни своего рода. Если мы хотим, чтобы у нас всегда было хорошее здоровье, в первую очередь, конечно, надо оставаться позитивным. Необходимо соблюдать отдых, прижимать, хорошо питаться и какие-то физические упражнения делать. И вот все вместе взяты, эти элементы, факты, я бы даже сказала, используя всех их, мы сейчас запускаем новую систему. Потому что питание – это еще не все. Необходимо подготовиться у организма и подготовиться к стрессовым ситуациям. А может быть, каких-то загрязнений окружающихся, которые могут повлиять на ваше здоровье. И, конечно же, необходимо соблюдать активность, физические упражнения выполнять. Вы знаете, как важно это? Это фундаментальные, скажем так, основные кирпички, которые закладывают наш здоровый будущий образ жизни. И все должно быть хорошо сбалансировано. Это все должно быть, скажем так, вы не должны это одной крайне с другой падать. Все, каждый из нас, наверное, знаком с такой едой. И мне кажется, что совсем недавно многие из вас что-то из вышеперечисленного на этом слайде уже попробовали. Потому что это легко. Это вкусно даже. Но это нездоровая еда. Поэтому мы называем эту еду нездоровой или джанкфуд. Это очень плохо для здоровья. Но это вкусно. И, вы знаете, проблема еще заключается в том, что намного, намного быстрее сейчас найти вот что-то такое, джанкфуд, нежели найти какой-то магазин, который прыгает в хорошую здоровую еду, например, хорошие такие свежие овощи. Для меня будет легче сейчас выйти за пределами этой комнаты, купить газированный напиток, нежели найти яблоко. И вот здесь, наверное, что-то неправильно. Например, один из элементов маркетинга компании Кока-Кола говорит следующее, что когда вы приземляетесь в аэропорту любой страны мира, после того, как вы приземлились, через пять минут, как вышли с самолета, вы должны найти первую точку, продающую Кока-Колу. А вот через пять минут, после того, как я приземлюсь, я уж точно не найду где-нибудь яблоко или салат. Еще раз, вот именно по этой причине мы решили запустить нашу систему питания, для того, чтобы вы могли больше не употреблять такую еду. Потому что все из нас знают, что это не хорошая еда. Но я знаю, как трудно бывает иногда оставаться в стороне от нее. Даже вот, допустим, и Кент, и я. Очень бывает такое вот время, когда мы и картошку фри можем себе позволить, и мороженое. Но если вы это делаете, вы всегда должны соблюдать золотую середину. И в нашем стиле жизни, с нашим стилем жизни, намного проще найти, съесть что-то вот такое, например, сэндвич, нежели употребить какой-то хорошо сбалансированный, правильный обед. И даже если бы нам удалось найти вот такую пищу, употребить хорошо сбалансированный, скажем так, обед или ужин, мы уже знаем, что фрукты и овощи на сегодняшний день не содержат в себе такое же большое количество микроэлементов и витаминов, которые они содержали в прошлом. Это потому что то, как они были выращены из-за погружающей среды. Также мы должны принимать внимание загрязнения воздуха, удобрения, которые используются, пестициды. Все то, что используется для того, чтобы эти фрукты и овощи выросли. На овощах, например. Потому что мы не получили правильного образования. И для нас приятнее взять в руки вот такое красивое, стеяющее, блестящее яблоко, чем вот яблоко, которое, ну, не очень красиво выглядит. Даже если мы знаем, что это более натуральный продукт, что вырастили его без употребления каких-то пестицидов, удобрений. И глаза у нас сразу попадают на что? На красивое, такое блестящее, яблоко с кожурой блестящее. Вот именно поэтому нам необходимо себя образовывать. Необходимо знать, какое количество плохих элементов заключается в таком яблоке, потому что оно хранится долгое время и должно красиво выглядеть на витрине магазина. Давайте я вам в более доступном виде сейчас кое-что объясню. Давайте сравним наше тело с автомобилем. Если у нас есть хороший автомобиль, вы хотите поддерживать его работу в хорошем состоянии. Вы хотите, чтобы эта машина на вас работала долгое время, для того, чтобы вы не приобретали новый автомобиль. Необходимо заботиться о вашем автомобиле. Заливать туда бензин или газ. Если, допустим, это газовый танк, вы туда не заливаете, соответственно, бензин. И то же самое относится и к джанку, к такой еде. Если вы, машина, употребляете вот такой джанк, посмотрите, как будет выглядеть ваш организм. Если вы не будете поддерживать работу вашего тела, вот такое тело вас ждет. Но если вы будете, скажем так, употреблять правильные элементы, если ваша машина будет употреблять вот такие элементы, в этом случае вы будете всегда оставаться здоровыми. Вы будете продолжать работать, и эта работа будет длиться. Мы говорим сейчас о изменении жизни. Мы помогаем людям оставаться более стабильными финансово с точки зрения. А что вот, если вы будете богатыми, но у вас плохое здоровье? Мне кажется, это два понятия, которые не могут вот вместе идти рука в руку. Если вы сделали так, что у вас уже сегодня есть большое количество денег, надо сделать так, чтобы наслаждаться тем благом, который у вас есть. Мы меняем жизни, но мы должны изменять жизни не только финансовой точке зрения, но также и со стороны здоровья. И вот почему сегодня мы здесь. Поэтому мы сейчас говорим о том, как мы меняем жизни, но уже в международном масштабе. Рассин, который французский автор, писатель Рассин в 17 веке, сказал следующие слова. Тот, кто хочет путешествовать далеко, хорошо заботится о своем коне. Это был 17 век. Вот что необходимо нам делать сегодня. И вот это вот напоминает мне еще раз лишний раз, напоминает мне тот момент, когда я встретился с Джо Мортоном впервые. Вы уже в курсе, многие из вас в курсе, что моя предыдущая компания продавала продукты питания. Когда в тот момент я принял решение стать частью компании Ксанго, Ксанго продавала сок. До сих пор, вот вы видите эту бутылку, сок дает нам здоровье. Это также продукт питания. Но это не был питательный продукт. Первый вопрос, который я задал Джо, был следующий вопрос. Когда компания Ксанго запустит в продажу продукт питания? Джо говорит, продукт питания? Никогда. Никогда. А я говорю, что ты имеешь в виду? Никогда. А он говорит, я говорю о продукте питания. Я в один прекрасный день, когда время подойдет, запущу систему питания. И это две разные вещи. А я спрашиваю, в чем заключается разница? И он говорит, если мы говорим сейчас о продукте питания, тысячи тысячи вариантов таких продуктов представлены везде. В сетевом маркетинге, вы можете найти их в магазинах. И все такие продукты обладают таким так называемым эффектом йо-йо. Что это означает? Эффект йо-йо, это когда вы употребляете тот или иной продукт, вы худеете, и после того, как вы отменили этот продукт, перестали его использовать, вы, скажем так, у вас, вы добираете еще больше вес, нежели того, как вы начали его употребление. Это то, что я лично называю не продуктом питания, а продуктом маркетинга. Потому что очень часто вот такие фирмы есть, да, которые создают продукт только для того, чтобы достичь своего результата какого-то. Если вы сегодня войдете в обыкновенную аптеку, обратите внимание на то, как изменился наш стиль жизни, наша культура. Потому что все больше и больше места в обыкновенной аптеке отводится под лекарства, которые так или иначе связаны с питанием. И в той же самой, скажем, аптеке вы имеете разные-разные бренды. И вы даже не знаете об этом. Но все эти бренды, скажем так, выпущены на одной и той же фабрике. На той же самой компании. Просто названия у них разные. Поэтому эти компании только заботятся о том, чтобы так или иначе вы купили их продукт и попали в их сцепки-объекте. И вместо того, чтобы продавать вам целую систему питания, они предпочитают продавать отдельные средства. Допустим, коробочку с минеральными веществами, с витаминами, с какими-то добавками. Или протеин, допустим, отдельный белок. Или, может быть, какие-то олигоэлементы. Антиоксиданты. И что вы делаете? Вы покупаете коробку за коробкой за коробкой. В результате вы очень много тратите на приобретение таких коробочек. И поэтому Джо сказал, что если мы запустим, это будет не пищевой продукт, не продукт питания, а целая система. В Массачусетском университете ученые провели исследование. Совсем недавно они публиковали результаты своего исследования. Исследование показали, что только 17% людей, которые похудели, реально, что только 17% таких людей способны поддерживать 10% достигнутого ими результата. Это означает, что только 17% людей, которые соблюдали диету, не поправятся больше, чем на 10%. Это означает, что 83% оставшихся в людей вес наберут. Вот что мы называем эффектом йо-йо. И доктор Ага-Гулиев чуть позже будет говорить об этом с этой сцены. Каждый из нас знает, что такой вот эффект йо-йо, скажем так, нехороший результат, нехорошую службу, служит нашему организму, нашему телу. Именно поэтому несколько лет тому назад Джо Мортон четко определил, что компания не будет запускать в продажу пищевой продукт, а запустить целую систему. И вот где мы находимся сегодня. В ФАВАО. Вам не нравится? Как я уже сказала чуть ранее, ФАВАО это целая укомплектованная система. До конца этого года ФАВАО будет продаваться на рынке стран СНГ. В состав данной линии входит 4 продукта. Я не буду сейчас деталей вдаваться. Но в состав продукта уходит белок. Система протеиновая. У нас есть кретчатка. У нас есть препарат, ускоряющий обмен веществ, метаболик. И следующий препарат, называемый детокс, с которым вы уже знакомы. В России данные препараты будут введены в качестве, на пудровой основе, в качестве порошка. Клетчатка и белок могут быть использованы, употреблены в качестве коктейля. И метаболик, а также детокс, могут употребляться как чай. Как я вам уже говорил, это не просто питательный продукт, это система питания. Это означает, что вместе с этими продуктами мы пускаем и следующую систему. Это программа, приложение, которое вы сможете скачать, использовать в вашем айпаде, айфоне, например, или андроиде. Вы можете всегда иметь это под рукой. Приложение будет говорить вам, что именно необходимо съесть, когда это необходимо сделать, в каком количестве, и сколько веса вы потеряли, сколько вам еще необходимо веса потерять. Также программа позволит вам рассчитать ваш идеальный вес. Что необходимо сделать, чтобы поддерживать этот вес. Таким образом, вот этот вот факт весь будет написан вот в этом андроиде, на этом телефоне, вы сможете поддерживать здоровый образ жизни, ваше питание. Сегодня я предложу этого человека, чтобы он рассказал вам о ФАВАО подробнее. Он в подробности расскажет о каждом из этих продуктов. Кент употреблял данную продукцию, сам лично, до того, как этот продукт стал носить такое название ФАВАО. Это очень здоровый человек. И он занимается спортом. На следующей неделе он будет участвовать в марафоне. 42 километра, представляете? 42 километра. Он мой герой. Я, наверное, так бы не поступил. И я просто удивлен. Действительно, потрясен даже. Если бы меня кто-то попросил бежать 42 километра, Ну, может быть, вот Кент за три часа это сделает. Может быть, за три с половиной часа. А если я буду 42 километра бежать? Может быть, если я в хорошей форме, одна неделя. А он за три часа это собирается сделать. Таким образом, он знает, как поддерживать работу организма своего. Он знает, не понаслышке, что такое быть здоровым человеком. Потому что он хочет жить более ста лет. Потому что у него слишком много, что необходимо сделать. И когда этот человек берет на себя ответственность менять жизни других людей, он это действительно сделает. Но это он будет делать не только день или неделю. А всю свою жизнь. И поэтому основатели, которые приняли участие в запуске этой системы, также обладают вот такой любовью к тем продуктам, которые они представляют. Сейчас Кент подробнее расскажет о каждом из видов продуктов линии ФВАО, что именно, какими качествами этот продукт обладает. Это означает, что к концу сегодняшнего дня у всех у вас появятся необходимые знания, вы будете хорошо знать и владеть информацией по ФВАО. Внимательно слушайте. Записывайте, насколько это возможно. Это достаточно исторический момент на все одно раз. Потому что мы сейчас запускаем новый продукт ФВАО в России. Поэтому убедитесь в том, что вы обладаете всей необходимой информацией, потому что именно вы будете промотировать этот продукт в последующие годы. И сейчас он поделится с вами всей необходимой информацией. Это не будет скучной презентацией. Это будет очень интересная презентация. Записывайте все. И я сейчас хочу, дамы и господа, чтобы вы помогли приветствовать на этой презентации нашего основателя, мистер Кент Вольф. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как вы хотите? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Даниил вчера раньше сказала, что я сейчас работаю над тем, чтобы принять участие в марафоне Много лет тому назад в виде физической активности я играл в баскетбол Но потому что я начал платную работу с компанией к Санго, мне пришлось найти какой-то другой вид физической активности Потому что когда я путешествую постоянно, например, если я приеду в такой город, как Уфа, кто со мной будет в баскетбол играть? И мне пришлось учиться бегать И мне пришлось учиться бегать Чистое небо Такой воздух чистый, насыщенный кислородом Но я чувствовал себя немножечко одиноким Я заметил, что на улице кроме меня были еще другие люди Которые гуляли парами Которые ожидали автобуса И все смотрели с удивлением американца, который в это время бежал Они, наверное, думали, что у меня не все в порядке с головой Может быть, я действительно ненормальный Но в самом конце своей пробежки Я прибежал к парку В парке были фонтаны И парк был на таком возвышении Такой корень большой И я заметил, что в парке есть такая статуя, памятник лошади И на лошади сидит всадник Всадник, который смотрит на реку И на другой стороне реки располагаются равнины с красивыми деревьями Разных цветов И я почувствовал такое удовлетворение, даже счастье Того, что я живу, я живу И не только что я живу, что я сейчас в Уфе Это очень красиво, удивительное место И я также узнал сегодня, что многие из вас проделали много километров только для того, чтобы приехать в Уфу Кто из вас, присутствующих сегодня в зале, проехал час или даже больше только для того, чтобы быть на этом мероприятии? Практически все в этом зале Встаньте, пожалуйста, я хочу на вас посмотреть И давайте я вам сейчас поаплодирую Я также хочу сейчас представить вам человека, который работал на протяжении этих выходных достаточно серьезно И на самом деле это достаточно долгое время надо будет, не только в эти выходные, но и до этого Именно благодаря этому человеку мы сможем общаться с вами И постоянно, когда мы едем в турне, она вместе с нами там бывает Спасибо, Юля, нашим переводчикам Спасибо 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 Julia, they love you as much as we do They love you as much as we do My grandfather looks like some of those pictures that Danny was showing you Мой дед выглядел примерно точно так же, как те фотографии, которые вам показывал Даниэль чуть раньше He was a very large man Очень большой, тучный мужчина My grandmother was very thin and healthy Моя бабушка, однако, отличалась здоровьем и была достаточно хорошо сложной женщиной И когда я ребенком, будучи ребенком, ужинал, обедал с ними, всегда происходил такой конфликт Потому что мой дед наполнял свою тарелку едой Но это всегда была та еда, которая никакого здоровья ему не приносила Мы не говорим сейчас о никаких овощах или салатах Это всегда была картошка, мясо, подливка Чем больше, тем лучше И что случилось? Он увеличился в размере все больше и больше И его жена, моя бабушка, все время говорила ему, чтобы он этого не делал И он не слушал, что она говорила ему И мой дед умер в возрасте 68 лет Потому что у него были проблемы с сердцем Он был счастливым человеком Но его дети, его внуки, правнуки никогда не смогли общаться с ним больше Только за того, что он сделал свой выбор в пользу этой нездоровой еды Причина, по которой я сейчас употребляю продукцию ФВАО Причина, по которой я принимаю участие в марафоне Потому что на мне лежит ответственность Я должен быть со своими детьми и внуками Насколько долго это возможно Я в общей сложности употребляю ФВАО Уже 5 лет И только год тому назад мы официально запустили этот продукт Но я и мои бизнес-партнеры 4 года до этого работали над формулировкой этой системы Чтобы все остались довольными Это система, которая включает в себя все аспекты здорового питания Есть даже такой образовательный момент, который обучает нас тому, что мы должны есть и что мы есть не должны Также есть компонент, который позволяет нам соблюдать необходимую физическую активность и заниматься построением мышечной массы И это достаточно гибкая система Я говорю сейчас о физическом упражнении Вы можете использовать эту систему и адаптировать ее в зависимости от того, хотите ли вы принять участие, допустим, в марафоне Либо если вы поднимаете, скажем, если вы занимаетесь тяжелым весом, принимаете тяжелый вес Или вы являетесь человеком, который уже 50 или 15 лет ничего никогда не делал И неважно, где вы сейчас находитесь и кем вы являетесь, вы можете всегда начать принимать участие в этой программе Также в программу ФАВЛ входят питательные вещества, добавки Для того, чтобы мы увидели, что наш прогресс увеличивается Сегодня мы будем говорить с вами о этих добавках Но я хотела бы, чтобы вы знали, что это цельная программа И одна из самых замечательных вещей, пожалуй, о программе ФАВЛ И одна из самых замечательных вещей, пожалуй, о программе ФАВЛ Это знать то, что любой человек, неважно кто он, если он возьмет на себя ответственность принимать участие в этой программе, участвовать в ней Он увидит абсолютно потрясающие, ошеломительные результаты Поэтому по мере того, как вы будете делиться этой системой с вашими друзьями, знакомыми Вы можете делать это с полной уверенностью, зная то, что если они будут соблюдать эту систему, следовать ей, они обязательно увидят результат Каковы были мои результаты? Я начал следовать этой системе в августе 2007 года В 2007 году в октябре у меня было запланировано участие в марафоне То есть, таким образом, у меня было примерно 8 недель с того момента, как я начал следовать системе, до дня, когда я должен был принять участие в этом марафоне В предыдущем году, до начала потребления ФВО, я уже участвовал в марафоне Пробежка этого расстояния составила, в моем случае, 3 часа 57 минут Это достаточно хорошее время, но мне хотелось увидеть, какой результат я достигну, если я буду следовать системе Все лето я тренировался, бегал, бегал Но когда я начал следовать системе ФАВАО, я автоматически изменил то, как я питаюсь Я перестал потреблять именно те пищевые добавки, которые я употреблял до этого И я также добавил, кроме того, что я бегал, я добавил еще и физические нагрузки, я начал заниматься поднятием тяжелого веса То есть все мы ждем результатов, правильно? Две недели, следуя этой программе Я вдруг принял решение, что я не хочу больше это делать Вы, наверное, сейчас задаете себе такой вопрос Я единственный, кто таким вопросом задался? Может быть, у вас тоже такое будет? Почему я решил вдруг оставить это? Потому что я увидел, что тело мое видоизменяется Потому что я начал делать определенные физические упражнения, связанные с поднятием тяжести Я начал медленнее бегать Потому что мышечные мышцы, они восстанавливались, не успевали восстанавливаться, и я не чувствовал себя комфортно Я начал употреблять детокс, но я почувствовал, что я все равно не функционирую так, как я делал это до этого Поэтому я, скажем так, испытывал определенный стресс, волнение по поводу того, что же произойдет со мной И с недели в третью, по неделе в третью я почувствовал эти изменения Я вдруг заметила, что я становлюсь выносливее Я начала вдруг терять вес И вдруг все вот эти элементы стали наконец-то приходить к общему знаменателю К тому времени, когда пришло время участвовать в марафоне В восемь недель, находясь на этой программе Я похудел на шесть килограмм по сравнению с тем, каким я был, когда я начал это И я пробежал марафон на тридцать шесть минут быстрее Может быть, вы не принимаете участие в марафоне Но независимо от того, что является вашей концентрацией, вашим фокусом на этот момент, вы увидите необходимый результат Я сейчас вот рассказываю вам про клавао, знаете, и вдруг понял, что Даниль хотел бы, чтобы я сделал такое объявление интересное Большое спасибо, Даниль, за то, что мне позволило сейчас вернуться к тому, что я хотела сказать Компания Xeng является членом ассоциации прямых продаж Эта ассоциация отвечает за работу всех компаний, которые в нее входят в компании по прямым продажам Достаточно сложно стать членом ассоциации прямых продаж Войти в эту ассоциацию Есть определенный период времени, в течение которого они проверяют вашу работу, прежде чем решить, будете вы входить в эту ассоциацию или нет Они проверяют ваши процедуры, политику работы, также вашу продукцию Они даже проверяют, кто является дистрибьюторами и кто является владельцем компании И наша компания вошла не только и стала членом ассоциации прямых продаж В этом году наша компания удостоилась их одной из самых основных топ-5 наград, которые были, скажем так, этой ассоциацией сделаны Компания Xeng построила свою компанию именно так, чтобы существовать на этом рынке десятилетия И даже когда мы умрем, у нас не будет, компания Xeng останется и будет существовать И я верю в то, что следующее поколение, которое вырастет после нас, продолжит нашу работу в компании Xeng И важно, когда компания не просто строится, а когда настроится на правильных принципах, убеждениях, на моральных принципах Но второй очень важный элемент — это лидеры, лидеры-дистрибьюторы То, как вы строите ваш бизнес Не только определяет, как мы будем расти и будем ли мы успешными Но также определяет то, как люди будут смотреть, как они будут видеть нашу компанию И благодаря тому, что вы являетесь тем, какие вы есть Репутация компании Xeng является незапятненной И мы думаем, что так и будет продолжаться, мы уверены в этом Я сейчас хочу продолжить историю тех людей, которые увидели изменения в своем теле после употребления продукции ПВАО Хейди Уэлш — это женщина, которая решила принять участие в программе по потере веса сразу же после запуска Хейди и ее супруг Эрик живут в Висконсе У них семь детей И самому старшему из которых 14 лет То есть это большая семья с очень маленькими детьми После седьмого ребенка Хейди заметила, что вес, который она набрала во время беременности, никак не уходит За двенадцатинедельную программу, которую она следовала Ей удалось похудить на 17 кг Но кроме этого Она научилась правильной системе питания, которую она может передать своим детям, чтобы вся семья следовала ей Кэррин Джонсон Кэррин Джонсон Кэррин Джонсон Это женщина приемла к нам с юга Соединенных Штатов Америки Если вы заметили, очень многие фотографии, которые показывают нам участника программы до и после, это фотографии сделаны в купальниках Как только вы примите решение следовать программы Как только вы примите решение следовать программе Фавао, я рекомендую вам сделать вашу фотографию до этого процесса И я рекомендую, чтобы вы это сделали именно в купальнике Очень многие люди не любят и чувствуют себя некомфортно, когда их фотографируют в таком виде Потому что это, ну, неприятно Но в награду вы получите фотографии, которые покажут вам, как видоизменялось ваше тело И я знаю, что вы получите большой толчок не только в личностном развитии, но в развитии вашего бизнеса Кэрин за 12 недель похудела на 7 килограмм Если бы Карен сейчас не была на фотографиях в купальниках Но обратите внимание, что за 12 недель ей удалось, скажем так, приобрести более упругое тело Такую более хорошо сформированную фигуру, спину особенную Поэтому если бы Карен была в платье, либо в костюме Может быть, многие из нас и не поняли, что она все-таки похудела на 7 килограмм Но после того, как она посмотрела на свою фотографию, сделанную до, она приняла решение следовать системе И результаты были действительно поразительными Кэт Паркер Кэт Паркер Это бабушка Кэт Паркер She had, over the course of time, just accepted where her weight was Еще раз Когда в последний раз вы поднимали что-то такое, что весило 28 килограмм Many of us would hurt our back if we tried to lift 28 килограмм Многие из нас даже не будут поднимать сумку, если знать, что она 28 килограмм And yet that's the amount of weight that Cat Паркер doesn't have to carry around with her anymore И в то же самое время это именно тот вес, который больше Cat никогда не будет носить на себе Is it only women who benefit from this program? Вы, может быть, задаете себе вопрос, только ли женщина подходит этот продукт? Obviously not, I've already told you my story Нет, конечно, не только Я уже поделился с вами своей историей Edward Cravesty lost 25 pounds И Edward, посмотрите на фотографию, потерял 25 килограмм Imagine how many more years he will have with his children and grandchildren by not subjecting his heart and system to the extra 25 kilograms Только подумайте о том, сколько лет компания подарила этому человеку со своими детьми и с внуками только потому, что он похудел на какое количество килограмм, у него не будет возникать проблем с сердечно-сосудистой системой Willie Jackson, 27 килограмм Willie Jackson похудел на 27 килограмм Now, when I look at Willie Jackson's picture, obviously he had weight to lose Когда я смотрю на фотографию до сделанного Вилли, я понимаю, что действительно ему требовалось похудеть And then I see many of you, who don't have that much weight Я смотрю на вас, присутствующих сегодня в зале, и замечаю, что нет таких вот тучных людей-то в основном So it's available only for those people that need to lose 27 kilograms Может быть, вы задаете себе такой вопрос, необходим ли этот продукт только тем, кто действительно желает похудеть? Certainly not Нет, конечно There are people like Vladimir who don't need to lose weight Например, Vladimir, ему совершенно нет необходимости худеть But he can strengthen and tone and look better Но он может выглядеть лучше, он может, скажем так, обрести в большую, лучшую форму и оздоровиться Feel better Он может ощущать себя лучше Accomplish more Может быть, большего достигнуть With more energy Может быть, больше энергии затратить Favail is for everyone Favail is even for Danny LaRocco Yesterday Our leaders presented us with a Chuck Chuck Dany was so excited to taste your sweet honey That he was eating and eating and eating And I was worried that his soup wouldn't fit him today So I made sure to introduce him to Favail He took the detox The fiber The protein The metabolic And you all saw how good he looked And you all saw how good he looked Let's give Danny LaRocco a round of applause Let's give Danny LaRocco a round of applause And whoever put the Chuck Chuck together for us, thank you It was amazing I can't imagine the patience that it would take someone to build that entire beautiful piece But we certainly enjoyed it But it really loved Now, in CIS There are significant issues with weight management And obesity Now in CIS There are significant issues with weight management либо страдают ожирением. Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки эта цифра составляет 70%. Неважно, где вы сейчас находитесь, в какой точке земного шара, эта проблема существует везде. И одна, наверное, из самых шокирующих вещей — это статистика по детскому ожирению. Если мы не изменим стиль жизни, который у нас имеется на сегодняшний день, проблемы со следующего поколения еще ухудшатся. В Северной Америке на сегодняшний день 23% детского населения уже страдают ожирением. А в странах СНГ эта цифра показывает 10%. Потому что что делают дети? Они следуют нашим привычкам. Что мне очень нравится, особенно нравится о моем партнере по бизнесу Гарри Холлистеру? Когда человек приходит к Гарри и у него есть проблемы, он всегда поможет ему. Но он всегда ему говорит, если ты приходишь ко мне с проблемой, убедись в том, что у тебя есть решение этой проблемы. Поэтому сейчас я вам рассказал о том, какая проблема у нас существует. Вы видите это повсюду. Это в магазине, на рабочем месте. Это может быть даже в вашей семье. Но сейчас я вам дам решение этой проблемы. И это решение, решение ФАВАО. ФАВАО Мы строили нашу программу ФАВАО основанную на семи самых основных элементах. Первый пункт – это пищевые добавки. Второй пункт – это правильное питание, которое будет действовать в совокупности с правильными пищевыми добавками. Третий пункт – это поддержание правильного водного баланса. Необходимо убедиться в том, что вы употребляете большое количество воды. Это место, которое многие люди не принимают всерьез. Но вода – это именно тот элемент, который очищает наш организм. В общем, мы получили телефон в нашем офисе, декабря после фаВАО. Я сейчас приведу такой пример. После того, как мы запустили эту систему, к нам поступил звонок в головной офис. Один из наших дистрибьюторов, проживающий в Канаде, находился на этой системе уже две недели. И вместо того, чтобы похудеть, она поправилась. И мы стали задавать ей вопросы, чтобы найти причину, по которой это произошло. Она сказала, что она употребляла пищевые добавки. Она употребляла правильную еду. Она занималась упражнениями. И мы тогда спросили, сколько воды она пьет. И она говорит, что она вообще не пьет. Я пью Кока-Колу. И мы рассчитали, что она в день выпивала около трех литров Кока-Колы. И, obviously, she was putting all of that sugar and all of that carbonation into a body that could process it. И, представляете, весь этот сахар, все эти вредные элементы, они поступали в ее организм. И организм просто не справлялся с тем, чтобы их переработать. She dropped the soda, started drinking water and immediately was losing the type of weight that she would expect. И после того, как она перестала потреблять Кока-Колу и сразу стала пить воду, она потеряла сразу же столько веса, сколько ей хотелось. It involves resistance training. Также следующий необходимый пункт это силовые нагрузки. You don't have to get a membership in an expensive gym to do resistance training. Если вы хотите заниматься силовыми нагрузками, нет необходимости сейчас идти в какой-то спортивный зал. There are exercises in the program book that you can do in your own homes. В программе, описанных в специальной книге, которая продается вместе с программой, описан комплекс упражнений, которые вы можете делать, не выходя за пределы вашего дома. There's cardio training. Также мы говорим сейчас о кардио-нагрузках. Building our heart and our lungs. Потому что мы помогаем нашей сердечно-сосудистой системе и нашим легким. Again, you don't have to run marathons with this program. Опять же, программа не заставляет вас бегать марафонские расстояния. It may be going on a walk with your children or your spouse around the walk. You may be taking the stairs instead of the elevator. It may be parking in the furthest spot away from the store to force yourself to do more activity as opposed to trying to park right at the door. But it's making sure that our bodies are active. Все, что необходимо сделать, это убедиться в том, что тело получает необходимое количество движения. At whatever level you have the health and the desire to do. В том именно уровне, на том уровне, в котором вы хотите это сделать. It requires rest and sleep. Также очень важно соблюдать здоровый про жизни сон и необходимый отдых. Lack of sleep and stress are two of the biggest contributors to the obesity epidemic. Недостаток сна является и отдых является одним из главных причин, по которой люди начинают полнеть. Также мы построили нашу систему ФАВАО на следующем пункте. Это подотчетность и поддержка. Как только вы решите заняться этим серьезно, вы должны создать команду людей, которые будут поддерживать вас. We're going to go through the products from a very brief standpoint and Dr. Aga will actually address them from a technical standpoint. Сейчас я вам расскажу о тех продуктах, которые входят в линейку ФАВАО, а чуть позже Dr. Aga Gulli со сцены расскажет вам поподробнее об этой продукции. But I will address some of my experiences with each of these products. So that you see how I put them into practice. The first is the detox. Why detox? Our bodies are surrounded, they're bombarded by toxins. Потому что извне со всех сторон наши тела, организмы просто бомбардированы токсинами. Pollution. Загрязнение. Алкоголь. Табачные изделия. Грязные едики. А также жирная еда. The more toxins that our body builds up, чем больше токсинов накапливаются в нашем организме, the more difficult it is for our systems to function. Тем тяжелее наши системы функционировать правильно. Those contribute to the picture that Danny showed of the car that was falling apart because we put the wrong things in. Это напрямую связано с той фотографией, которую видели чуть раньше в презентации Даниэля, машина, которая разваливается на части. Detox helps us get rid of all of that. И детокс является тем продуктом, который позволяет нам очиститься от всего этого. А British Убросむ И так как то собрайд, я с вами верю. А так.